Ликишопс это сервис, который возвращает часть денег с каждой покупки в интернете. Это реальные деньги, которые можно вывести на карту и на множество других сервисов. Регистрируйтесь по ссылке в описании и экономьте на подарках своим близким. Знаешь, что еще будет прикольно? У меня же есть розовый парик. Если я еще надену розовый парик под все эти татуировки... Я надеваю. Ладно, сейчас. Солистка группы Френдзоны и... Доброго времени суток, друзья. Меня зовут Эвелина. И если вы видите этот ролик на своих экранах, значит уже состоялась премьера клипа Френдзоны, где засветилась я. Сегодня я хотела вам рассказать, как происходили съемки фрагмента со мной. Но перед началом я хочу представиться. Я Эвелина и уже больше пяти лет я снимаю видео на ютуб. Еще иногда я стримлю на твиче и веду свой инстаграм аккаунт. Сама я родом из Новосибирска и прожила я там 18 лет. Но последние полгода я обитаю в Санкт-Петербурге. Короче, классический набор блогера-бездельника. Почему в клип попала именно я? Честно сказать, я сама в шоке, как так произошло. Потому что до недавнего времени я не контактировала ни с кем из съемочной группы клипа. И уж тем более ни с кем из участников группы. Я просто получила приглашение на рабочую почту принять участие в клипе. Моя менеджерка обработала запрос и передала мне с подписью. К сожалению, это не коммерческая история, малыш. Да, у нас такие отношения с менеджеркой. И да, мне никто не заплатил за клип, все было на энтузиазм. И да, я говорю слово менеджерка. Я от этого человеком хуже не становлюсь. И вообще, что вы мне сделаете, я по другую сторону экрана. Я согласилась, зная только то, что я буду играть девушку, которая будет рисовать один из участников группы. Честно сказать, мне было все равно, как я там буду выглядеть, что я там делать вообще буду. Я в интернете уже столько лет всякой фигней занимаюсь. Я уже как только не представала перед публикой. Уже как дома. Никаких скромностей. Запрос я получила в конце января, и через неделю уже были съемки. И я еще не научилась точно определять, сколько времени мне понадобится на дорогу. Поэтому я либо очень сильно опаздываю, либо очень рано прихожу. Я решила, что опаздывать не очень красиво. Поэтому я приехала на студию за полтора часа до съемок. Но полчаса из этого времени я еще искала, где находится эта студия. Потому что там было все не так просто. Блогер не тупой. Просто реально она там непонятно, где находится. Хорошо, что девушка, которая занималась гримом, уже была там. И поэтому мы сразу приступили к созданию образа. На мне никогда в жизни не было столько макияжа. У меня будто появился новый слой кожи. А еще меня красили, когда я была в своей одежде. И если я пришла на съемки в свитере с очень широким воротником, то мне предстояло надевать водолазку, которая еле пролазит через мою голову. Она не самая большая, если что. Меня еще главное спрашивает девушка, которая ответственная за кастинг. Здесь я переоденусь или пойду переодеваться в туалет. Но я и подумала, здесь все взрослые люди. И зачем мне идти куда-то через все здание переодеваться, если я могу это сделать здесь. Снимаю я, значит, свой свитер. Пытаюсь надеть водолазку и понимаю, что если я продолжу, то это все смажется. И мне пришлось сидеть раздетой, пока для меня искали пакет, который я надела бы на голову, чтобы надеть водолазку. И макияж не отпечатался на ней. Там еще так холодно было. Дальше мне надевали парик. Изначально он был очень длинный и с челкой, но его пришлось обрезать, чтобы волосы соответствовали тем, что были на картинке, которую якобы с меня срисовывали. Я была этому супер рада, потому что длинные волосы мне не особо идут. Мне больше идут короткие стрижки, особенно если там есть какое-то подобие челки. Но челку тоже необходимо было убрать, чтобы опять-таки соответствовать картинке. Я была на съемках 4 часа, но съемочного процесса из них было часа полтора. Все остальное время делали декорации. И если было точно известно, что сверху на мне будет надета водолазка, потому что она виднелась на картине, то то, что на мне будет надето снизу, приходилось подбирать, исходя из интерьера. И как-то так совпало, что лучше всего к этому интерьеру подходил шарфик, который был местный на студии. И единственное, что удерживало этот шарфик на мне, это мои руки. В этой локации со мной надо было снять 4 плана. И мы снимали несколько дублей, потом отсматривали, и если все выглядело хорошо, то мы приступали к съемке следующего плана. Пока снимался план, где Мэйбер разрисовывает картину, я тусовалась рядом с девушкой, которая была ответственна за кастинг. И я решила у нее спросить, как же так вышло, что они написали именно мне. Как оказалось, изначально планировалось рисовать девушку не с желтыми волосами, а с рыжими. И поэтому искали модель именно с таким цветом волос, чтобы не использовать парик. И когда кастинг-директор искала подходящую модель, она спросила у знакомой или у знакомого, я точно не знаю, знает ли тот человек девушку с рыжими волосами из Петербурга. И тогда посоветовали меня. Если ты смотришь это видео, спасибо тебе огромное, потому что благодаря тебе я получила супер незабываемый опыт. Я никогда в жизни в клипах не снималась. Дай бог здоровья людям, которые рассказывают о моем творчестве и обо мне. Вы супер. Участники группы и весь съемочный состав очень отзывчивые, очень хорошие, очень добрые. Мэйби и Кроки безумно приятные в общении люди. И хоть я и не интересовалась творчеством группы, я все равно безумно рада, что с ними познакомилась. Как были отсняты все фрагменты со мной, я решила поехать домой и не дожидаться конца съемочного дня. Потому что я была там ни к чему, я бы просто мешалась. И я была вынуждена ехать на такси, потому что мой макияж тупо не смывался. После того, как мне нанесли макияж, девушка-гример уехала на другие съемки. И она забыла оставить средства для снятия макияжа. И мне пришлось смывать косметику влажными салфетками. И у меня есть подозрение, что эти влажные салфетки были местные на студии. Я думаю, вы догадались, что ни щеки, ни губы, ни уж тем более брови не смылись. Я вообще очень боялась, что брови никогда не смоются. Я заказала такси до дома, попрощалась со всеми и спустилась на первый этаж здания ждать. И пока я сидела на диванчике, мимо меня прошла девушка в шубе, в леопардовом платье. Она остановилась рядом со мной и начала на меня прям пялиться. Как будто я экспонат. Я, знаете, так нехило напряглась. Она мне говорит, «Ой, мне так нравится! Нравятся ваши бровки и щечки! Вам очень идет!» Я ей сказала, что это все вышло случайно. А она все настаивала. «Нет, вам очень подходит!» А вы как думаете? Может, мне стоит так перекраситься? Покрашусь в розовый? Вот так вот я оказалась на съемках клипов «Ранзон» и «Оскорбинка». Надеюсь, что вам было интересно послушать. Не забывайте ставить лайки, а самое главное подписываться. А меня все еще зовут Евелина. Удачи вам, друзья, и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok